В унисон тому, что мы уже слышали, вот эти все свидетельства, вот эта вся колоссальная работа, которая делается нашей церковью, я хочу сегодня также приложить Слово Божье и вдохновить каждого из нас из Слова Божьего. И тема моей проповеди называется «Выйди из лодки, чтобы идти по воде». «Выйди из лодки, чтобы пойти по воде». Вы знаете, это местописание, откуда это взято, мы позже к нему немножечко придем, изучим его. Но через это, через это то, что Иисус побуждает, побуждал Петра выйти из лодки, чтобы он пошел по воде, через это Христос приглашает каждого из нас сегодня, каждого из нас персонально, начать ходить по воде, начать жить верой, в то время, когда все, те, кто не приблизились к Богу, они любят, предпочитают им привычнее ходить по твердой поверхности, Иисус своих учеников вызывает идти или делает призыв идти туда или там, где никто не ходит. Когда обычно человек ходит по земле, когда приходит Бог, Он говорит «Расправь крылья, будь как орел, взлетай высоко в небеса, это твое призвание, это твое предназначение». И я хочу сказать, что мы каждый день с вами принимаем в нашей жизни решение либо двигаться вперед, двигаться верой, либо остаться в каких-то условиях определенных, где нам комфортно, где нам удобно, где все предсказуемо, где не нужно нам включать нашу веру. Но, знаете, что я заметил из своей короткой жизни? Что Бог, Он хочет с нами работать персонально. Он хочет нам делать и бросать огромные вызовы. И сегодня будет об этом моя проповедь. Мне 40 лет, я родился в семье, где мать была глубоко верующим человеком, а отец, как мы, как принято называть, он был на пути, он был приближенным. И его образ жизни и образ жизни мамы, они очень сильно отличались. Поэтому я прекрасно понимаю вот этих два образа мыслей, два образа мировоззрения, поступков, реакции. Это все было перед моими глазами. И в определенный момент, когда нас мать брала в церковь всех семерых, мы из многодетной семьи, она нас водила в поместную церковь. И в определенный момент я понимал, что вот то, куда я хожу, то, что я слышу, это, знаете, какое-то такое общее, общее вероисповедание. И вот в определенный момент, я хорошо помню, это было в 17 лет, когда мое общее понимание Бога, оно перешло в личное богоискание. Оно перешло в какое-то желание лично пережить Бога. То, что я слышал, то, что я видел, как мама моя исполняется духом, как звучит пророческое слово, я видел, как меняется жизнь у людей. Это было все прекрасно, хорошо, но это было всегда где-то извне. Знаете, я был, я родился в этом, я родился в такой полухристианской семье. Но в какой-то момент я понял, что Бог меня лично приглашает, и следуй за мной, выйди из своей лодки, я зову тебя, выходи ко мне, выходи ко мне, и теперь ты лично иди по этой воде. И это совпало, это событие совпало с тем, что я пошел в армию, и я заключил завет с Господом через водное крещение по вере, и сразу же через пару дней я пошел в армию. И вот эти обстоятельства, когда я был вырван из тепличных, церковных условий и попал в армейскую жизнь, когда еще процветала дедовщина, дикие условия, железнодорожные войска или инженерные, как тогда назывались, на самом деле это бывший стройбат, и я попал, знаете, в такое вот состояние, когда, ну, когда мне казалось все дикое, как будто как маленькая овечка, которая следовала за Иисусом, меня вырвали и поместили в какую-то волчью стаю. Я видел жуткие картины, как люди по ночам избивали друг друга, приходили пьяные, когда весь офицерский состав куда-то уезжал. Я видел, как были калечены люди, и это были ужасные картины. И вот когда я попал в эти обстоятельства, для меня это было время, когда я начал лично пересматривать свои принципы, свою веру, насколько мой Бог является моим личным Богом, насколько моя жизнь, она является реально христианской, когда я вот вышел, так сказать, из удобных, комфортных обстоятельств. И позже это было также, была миссия, когда в 2005 году я уехал на Урал, и команда той церкви, которая пригласила меня помочь насаждать им церковь, они мне арендовали домик, город Камышлов такой, Екатеринбургская область, и они организовали домик, где я поселился. А реально там окна были заклеены с такими, знаете, этими пленкой, туалет был снаружи, зима минус 50 градусов, и все очень жутко и так критично выглядело. Но самое страшное было, это ночевать в этом доме, потому что не раз в этот дом приходили люди, бывшие клиенты хозяевов, которые жили до меня, чтобы приобрести себе наркотики. И не раз мне приходилось вставать ночью и открывать двери, и там передо мной стояли люди цыганской внешности, и спрашивали, или я не могу им продать какие-то наркотики. Я понимал, что что-то здесь странное в этом доме творится, происходит. И потом, когда мы начали делать уборку, я обнаружил, что за вот этим, который по периметру дверей, как это называется, за этой обличникой, наличником этим, да, там была спрятана записка, которая полна, расписано было каких-то разных проклятий, кто переступит порог этого дома, там, пусть его будет то-то-то. И все это на мне не сработало, конечно же, потому что я дитя Божье, я мыт кровью Иисуса Христа, но я понимал, что есть какие-то атаки. И вот эти все этапы моей жизни, это было время, когда нужно было переходить от какого-то общего такого понимания, смотреть внутрь себя и понимать, насколько Иисус является реально твоим личным другом, насколько реально я могу выйти из своей лодки и ходить по воде. Для того, чтобы понять, каким образом мы можем начать ходить по воде, давайте сначала заглянем в Старый Завет, и потом вернемся в Новый. И я хочу вам показать удивительный, потрясающий Божий план того, что Господь желает для нас, для каждого из нас сегодня. Давайте откроем Исход 6 главу, если можно высвести. Бог показал четыре своих желания, которые являются Его обещаниями. Смотрите, четыре Божьих желания, Исход 6, 6 стих и 7 стих. Итак, скажи сынам Израилевым, Я, Господь, и выведу вас из-под игоегиптян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцою простертую, и судами великими, и приму вас себе в народ. В этом стихе изначально Бог сразу заложил, показал свою волю для человека, для человечества. Когда Господь Бог сказал израильтянам, что выведу вас, смотрите, Он сказал, Я, Господь, Я выведу вас, Я выведу вас. Бог дал свое обещание, или раскрыл свое желание, чтобы люди были спасены, чтобы израильский народ был спасен. Я выведу вас, то есть Я обещаю вам спасение. Я выведу вас из Египта. Я хочу вывести вас из места рабства. То есть сначала Бог желает, чтобы мы вышли из Египта, с нашего Египта. Он выводит нас из того места, откуда мы сами выбраться не можем. И вывести нас из Египта может только Господь Бог. И Он дает нам это обещание, и это Его воля, и это Его план. И второе желание Божье, которое мы здесь видим, Я избавлю вас от рабства. То есть если в первом случае Бог обещает спасение, то во втором своем желании Бог обещает тебе и мне свободу, освобождение. То есть в первом случае Бог желает вывести нас из Египта, а во втором этапе нашей жизни Бог желает, чтобы Египет вышел из нас. И вы знаете, этот период пустыни, через который проходили израильтяне, это и был именно тот процесс, когда Бог выводил их, когда Бог избавлял их и давал им свободу. Третье Божье желание, которое звучит так, я спасу вас, это Богом обещано или раскрыто Его желание нашего восстановления, нашего реформирования, соответствующего образом. Если хотите, нашего преобразования, преобразования нашего ума. И четвертое, четвертое желание, он говорит, я приму вас себе в народ. Обещана Богом полнота. Бог желает, чтобы мы не просто вышли из Египта и никуда не пришли. Бог желает, чтобы не просто мы бродили по пустыне, а Бог желает привести нас к себе, и чтобы наша жизнь была полноценной жизнью во Христе и Иисусе. Бог хочет общаться со своими людьми, Он хочет проявляться через своих людей. Он желает, чтобы мы все, каждый из нас, проходя эти этапы нашей жизни, нашего восстановления, реформации, преобразования, в конце концов, мы пришли уже здесь, на земле, к такому моменту, к такому состоянию, когда мы живем той полноценной жизнью во Христе Иисусе. Церковь, вот это Божий план. И Бог транслирует свою волю, свои четыре желания на протяжении всей Библии. Если мы посмотрим, изучим, мы видим, что Бог всегда, первое, желал вывести из рабства людей, из Египта. Второе, избавить от греховности, освободить от греховных привычек, освободить от какого-то греховного рабского менталитета. Третье, Бог всегда желал поменять нашу природу, поменять наш характер, чтобы Он отобразился в нас, чтобы больше Его было в нас, чтобы наши поступки, наши дела, наши слова становились похожими на Него. Поэтому Он проводит нас какими-то обстоятельствами, какой-то пустыней, каким-то штормом, преобразуя нас. И четвертое, Его было желание, это ввести нас в полноту, ввести нас в общение с Ним, ввести нас в землю обетования нашего, ввести нас в наше предназначение. Поэтому наша церковь, дорогие, наша церковь, она основывает свое видение, свои цели, свои задачи на этих четырех Божьих желаниях, чтобы в жизни каждого из вас, независимо на каком этапе вы сегодня находитесь, произошла вот эта, вот этот путь роста, путь раскрытия. И знаете, что я заметил? Что этот процесс, вот этот процесс четырех желаний Бога, четырех этапов Бога, для Бога на самом деле он несложный. И я видел в своей жизни, когда у кого-то этот процесс происходит одномоментно. Да, есть такие чудеса, есть такие случаи, но у кого-то это происходит пошагово. Из одного состояния в другое человек переходит. Но в любом случае, Бог всегда проводит человека через эти четыре этапа. Спасти, освободить, преобразовать и ввести в Божью полноту. И мы читаем такие известные места Писания. В Матфея, в пятой главе, с 48 стихом написано, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Или Иисус сказал этому богатому юноше, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим». Вот что значит ходить по воде. Вот что значит для этого юноши богатого был этап переступить борт своей лодки и начать идти за Иисусом по неизведанному пути, но пути веры. И мой вопрос сегодня каждому из нас, мой вопрос к себе, к тебе, на каком этапе жизни сейчас нахожусь я? На каком этапе жизни развития сейчас находишься ты? Может быть, я только вот-вот выведен из рабства? Может быть, я избавлен от проявления греховности в моей жизни и плотская натура распята в моей жизни уже? Может быть, я становлюсь лучше изо дня в день? Я преобразуюсь? Может быть, я уже двигаюсь вместе с Богом и исполняю Его волю? Давайте, смотря в Священное Писание, будем анализировать себя, свою жизнь, и пусть Бог нам откроет, Господь. А на каком этапе жизни нахожусь я? А может быть, мне нужно сделать next step? А может быть, мое сегодня решение, оно должно быть именно таким, что мое решение сегодня, мое посвящение сегодня будет именно в том, что я хочу перейти на новый этап, на новый уровень в взаимоотношениях с Господом Богом. Давайте мы вернемся в нашу историю, в нашу историю про Петра, Матфея 14 глава, 22 стих. Я хочу вам показать, чтобы мы увидели, что вот эти четыре божьих желания, которые Бог открыл израильскому народу, они всегда присутствовали в истории христианства, в истории взаимоотношения Бога с человеком. Матфея 14 глава, я прочту, пожалуй, 22 стих, начиная. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, он испугался, начал тонуть, закричал, Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его, говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда они вошли в лодку, лодка пристала к тому берегу. Смотрите, церковь, здесь тоже наглядный пример, каким образом происходят в нашей жизни эти этапы, когда Бог из, знаете, из призыва всему израильскому народу обращается персонально к Петру. от призыва ко всем, кто находится в лодке, приглашает именно Петра пойти по воде. И вот здесь видны эти этапы, когда Бог персонально хочет работать с каждым из нас. От этого момента, когда Он зовет израильтян из Египта, когда Он зовет Петра из этой лодки до того момента, когда мы приходим в полноценную жизнь, когда мы хватаемся за Иисуса Христа и живем вместе с Ним. Еще раз, Матфея 14.24 «Лодка была уже далеко от берега, и волны швыряли ее из стороны в сторону, ибо она шла против сильного ветра. Между тремя и шестью часами утра Иисус пришел к ним, идя по воде. Происходит та же самая зеркальная ситуация, как это произошло с израильтянами. Бог, там, находясь на горе, увидел, в каком кошмаре находятся сейчас Его ученики. Они находятся в этом шторме, когда они попали в определенную зависимость, обстоятельств. Они ничего с этим не могут сделать. Они попали в этот шторм. И Он приходит к ним. И Иисус приходит к ним. Он говорит, «Я выведу вас, я приду к вам, я, Господь, я приду к вам». Это вот этот первый этап, когда Бог вызывает человека, освобождает человека, когда Бог спасает человека. И я хочу сказать, что, знаете что, то, что ученики не видели Иисуса, это не значит, что Он не видит их. То, что сегодня в своем шторме находясь, ты не видишь Бога в своей жизни, это абсолютно не значит, что Бог не видит тебя. Это абсолютно не значит, что Бог не знает, где ты. Это абсолютно не значит, если ты даже не чувствуешь Бога сегодня, это абсолютно не значит, что Бог не чувствует тебя. Потому что израильскому народу, который не видел Бога, которые стенали, Бог сказал, я вижу стенание народа моего. Я хочу тебе сегодня сказать и ободрить тебя, что если ты думаешь, что Бог тебя не видит, ты ошибаешься. Может, ты Бога из этого шторма не видишь, из этой бури не видишь, но Бог видит, чувствует тебя и знает, где ты находишься. Аллилуйя! Бог знает, где ты находишься. Бог увидел их. Бог видит тебя. Я хочу сегодня продекларировать, что единственный, кто к тебе может добраться, единственный, кто тебя может спасти и обнаружить, и зайти в самую пучину твоих обстоятельств, в твою темную комнату и спасти тебя, это только Иисус Христос. Это только Иисус Христос. Аминь. Когда израильтяне были в Египте, Моисей идет к ним, Бог посылает Моисея. Когда ученики попали в шторм, сам Иисус идет к ним в этот шторм. Как далеко бы ты ни зашел, где бы ты ни оказался, даже в своих грехах, каждую среду мы выставляем список этих людей, имена этих людей, судьбы которых еще, повязаны каким-то грехом. Но мы молимся и говорим, Бог, приди в жизни, в судьбу этих людей, освободи их, потому что сами они не могут освободиться. Им нужно, чтобы к ним пришел ты. Иисус идет к своим ученикам, которые находятся в этой лодке. И знаете, Он их там чему-то учит. Учит чему-то. Когда Бог приходит в жизнь человека, мы видим, что результатом прихода Христа в эту бурю было то, что Петр начинает делать то, послушайте, что раньше у него никак не могло получиться бы делать. Это значит, что то, что человек не может делать сам по себе, по своей природе, со Христом, становится ему возможным, когда в его жизнь приходит Господь. Петр не мог ходить по воде. Мы это знаем, мы это понимаем. Как и любой другой человек от рождения. Мы знаем, что от рождения вода человека не держит. Природа разная, воды и Петра. Человек на воде, на поверхности воды не может стоять. Петру никогда не встречался человек, который показал бы ему, как ходить по воде. Который мог бы научить его этому мастерству. Петр до этого никогда не проходил никакие тренинги, никакие курсы, никакие психологические там уроки под названием «Как начать ходить по воде». Он не знал, как этого делать. Он никогда этого не делал. Ему даже бы в голову, как нормальному человеку, не пришло бы переступить свою лодку и ступить ногой на воду. Он понимал, что с этого ничего не выйдет. Но вдруг он начинает идти по воде. Вдруг он начинает жить не так, как все. Вдруг он начинает делать не то, что делают все. Вот какой результат, какой эффект производит Иисус, который приходит в жизнь Петра. И такой же эффект и результат может Бог произвести в твоей жизни. Скажи «Аминь». Ходить по воде невозможно. Это закон физики. Разный коэффициент плотности. Природа воды, природа Петра несовместимые вещи. Но тем не менее, мы видим здесь чудо. Петр начинает делать то, что до этого никогда не делал. Я на этом ставлю свой акцент, потому что этим самым Иисус Христос показал, что когда Он, Иисус, приходит в жизнь Петра, в жизнь человека, когда человек начинает тянуться к Богу, только тогда человек приобретает новую способность. Способность жить по-другому. По своей греховной природе от рождения каждый приходит в этот мир неспособным жить по-другому. Но когда приходит Иисус, Он все меняет. Он проводит человека через эти этапы и Он привлекает его в новую жизнь, в жизнь, даже, я вам скажу, сверхъестественную, в жизнь иную. То, что человек не может делать без Христа, ему начинает быть возможным со Христом. Когда Бог пришел к израильтянам, Он их позвал в пустыню ходить и жить там, там, где сложно выжить. Когда Бог подошел к этим ученикам в лодке, Он позвал Петра, чтобы тот шел по воде, там, где ходить невозможно. И этим самым я хочу тебя ободрить и сказать, что даже когда человек, мы это знаем, от рождения испорчен, не может жить жизнью в Боге. Слово Божие говорит, что человек отчужден от жизни в Боге по причине ожесточения сердца своего и по неведению. Он просто не может жить жизнью в Боге. Он не может ходить по воде. Он не может жить жизнью безусловной любви. Человек не может прощать, когда его обидели. Человек не может исполнить заповеди блаженства сам по себе, по своей природе. Но как только Бог приходит к человеку, как только человек встречается с Иисусом Христом, такому человеку становятся возможны другие принципы, иная жизнь. Жизнь по принципам Божьего Царства. Такой человек, встретившись с Богом, он перерождается в новую природу. Вдруг он обнаруживает в себе силы жить так, как он не жил раньше. Когда его ударили по одной щеке, он приобретает в себе силы простить, не мстить за себя. Когда его проклинают, он начинает благословлять. Это иная жизнь во Христе Иисусе. И никто не может научить тебя. Никакой психолог, никакой ученый, никакой доктор. Перерождение, перерождение сердца, внутреннее перерождение приносит только Иисус Христос. Скажи аминь, если ты согласен с этим. Аминь. Аминь. Человек не может по своей природе творить добро бескорыстно. Радоваться, когда тяжело радоваться. Но когда приходит Христос в нашу жизнь, Он наделяет нас своей природой, Он наделяет нас этой свободой, Он дает нам силу терпеть, уступать. Петр не мог начать ходить по воде, но он приобрел эту способность, когда Бог пришел в его жизнь. Поэтому первая истина, которую я хочу сегодня, уже много, надеюсь, сказал этих истин, но первое утверждение это то, что жить с Иисусом это как начать ходить по воде, друзья мои. Жить с Иисусом это поступать иначе. Жить с Иисусом вообще христианство это ходить по воде. Когда Бог пришел к израильтянам, они обрели, я уже говорил, способность выжить в пустыне и пойди по этим пескам, горячим, безводным пескам, где невозможно выжить. Когда Бог пришел к лодке к ученикам, Он поменял природу Петра и способность дал ему идти по воде, идти за Христом это идти по воде. Итак, чтобы начать жить по-другому, чтобы начать жить иначе, нужно первое, чтобы к тебе в жизнь пришел Иисус, чтобы к тебе в жизнь пришел Иисус. Без Него, без отношения с Ним ничего не выйдет. Без Иисуса ты по-прежнему грязный, оборванный, блудный сын. Без Иисуса Христа ты раб в Египте, ты нищий у ворот, ты не способен жить по-другому, пока Иисус не пришел в твою жизнь. Твоя судьба без Иисуса Христа это служить фараону, получать по спине и ждать подачки от Него. Вот какая жизнь без Иисуса Христа, дорогой мой. Это быть, находиться в рабстве своих привычек, своей греховной природы. Но когда приходит Иисус Христос, Он спасает тебя, Он научает жить тебе по-другому. И следующее, к чему я хочу перейти, это то, что насчет нас с вами, церковь, нас с вами, давно верующих людей, таких, как я, который родился в христианской семье, которые с детства, знаете, я себя, наверное, если сравнивать с израильтянами, то я, ну, были же люди, которые родились в Египте, которые чувствовали на себе плеть фараоновских соглядатаев, которые сами своими ногами колотили вот эти, вот эту глину, чтобы добывать кирпичи, а были уже люди, поколение следующее, которые родились при выходе или которые родили через год в пустыне и они слышали о рабстве только из рассказов своих родителей, дядь, теть, они читали, может быть, какие-то записи, но сами они как бы в рабстве не были, но они родились в пустыне и тем не менее они понимали, что их родители вышли из Египта, это в моем случае, может быть, это в вашем случае, вы родились уже в семье или в обществе, где вы с детства слышали, что есть греховная жизнь, что есть мир, мы должны держаться от него подальше, и вот мы следуем за Богом, мы следуем в эту обетованную землю, и вот сегодня я хочу также и к нам обратиться, к себе самому, ко многим христианам в этом зале, к тем, кто однажды пережил уже спасение, выход из Египта, но, 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 к сожалению, мы не можем сказать, что да, Иисус, я хожу сегодня по воде, я живу другой жизнью, я живу жизнью хождения по воде, потому что я понимаю, в Библии, я читаю, что жить с Богом, это постоянное хождение по воде, я делаю это решение каждый день, жить верой, а не видением, мы ходим по воде, церковь, когда мы учим своих детей, когда мы приводим их в церковь каждую неделю, мы уже ходим по воде, когда мы еженедельно проводим или приходим на домашнюю встречу, на домашнюю группу, когда мы помогаем сиротам и вдовам, мы уже ходим по воде, когда мы ходим по воде, когда наш сын или дочь говорят нам, что они не хотят больше ничего общего иметь с церковью, в этом случае хождением по воде выглядит как любовь к нему, как любовь безусловная, которая готова ждать и терпеть, когда он лично переживет встречу с Иисусом Христом, даже если его выбор причиняет вам как родителю боль, но если вы продолжаете верить и говорите, а я и дом мой будет служить Господу, вы ходите по воде, вы идете по воде, иногда ходить по воде это сложно, иногда это невыносимо, но мы делаем это, когда мы чужих людей, приглашаем в наш дом на ужин, когда мы убеждаемся, что наши сыновья или дочери, даже если они не ходят в церковь, мы все равно показываем им свою любовь, мы, может быть, даже расстраиваемся до глубины души их поведением, но мы все равно продолжаем идти по этой воде, доверяясь Богу и помним, что нужно продолжать это делать, потому что это делал Петр, но многие из нас, церковь, многие из нас, согласитесь, утратили эту способность, и моя молитва сегодня, наша молитва будет в конце, возбудить нас сегодня эту ревность, все-таки снова начать ходить за Иисусом по воде, то есть поступать иначе, жить по-другому. Моя молитва о том, что Иисус, научи нас снова ходить по воде, когда буря, научи меня снова жить твоими принципами, когда меня обидели, когда поступили со мной несправедливо, я хочу поступать иначе, я хочу, чтобы заповеди блаженства на горной проповеди, они стали моей жизнью, стали моим плацдармом, моим путем по воде, и я хочу жить этими принципами, когда меня ненавидят, я благословляю, когда меня обманули, я не обманываю, когда меня, когда мне причинили боль, я человеку даю радость, я хочу ходить по воде, и моя молитва, чтобы мы восстановились в нашем хождении за Богом, и я назову несколько причин, почему мы не ходим по воде, почему мы ослабли, почему все-таки вот это призвание Бога на каком-то этапе остановилось в нашей жизни. Давайте мы обнаружим эти причины, которые удерживают нас от хождения по воде, от жизни в Боге, и я попрошу второй слайд высветить, это отсутствие личной молитвы. Молитва наедине, для нас, для верующих, она как раз-то генерирует это чудо, ходить за Иисусом по воде. Для нас, для людей, которые давно уже верующие, вот этим моментом обновления в жизни за Иисусом является не что иное, как я подчеркну, личная молитва. Личная молитва. Потому что мы видим, что первым, до того, как Петр пошел по воде, первым по воде пошел кто? Иисус Христос. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. То есть, Иисус Христос, он пошел по воде, после личного общения с Богом наедине. Перед этим мы прочитали, что было триумфальное событие. Иисус чудом накормил пять тысяч человек, просто из нескольких рыбок, из нескольких хлебов. Он сделал такое великолепное чудо. И, казалось бы, раз в жизни Иисуса происходят такие великие чудеса, и сам Бог Ему содействует и помогает, зачем Ему еще молиться? Зачем Ему еще нужно идти к Богу? Он и есть Бог. Но мы видим, что даже Иисус Христос после благословенной победы, после благословенного собрания, после нахождения на этой горе, где произошло это чудо, Он все равно выходит из этой лодки и идет навстречу к Богу, Он поднимается на гору, и написано, чтобы помолиться наедине. Церковь, нам привычнее находиться в лодке общественной молитвы, нам проще, когда все молятся и ты стоишь тоже как бы за компанию, но мы начнем ходить сами лично по воде, когда у нас будет личное общение с Богом, когда у нас будет личная гора, когда у нас будет личная наедине встреча с нашим Господом, когда Иисус Христос, Он, несмотря на то, что в Его жизни уже были чудеса, но Он искал лица Божьего, тем более нам это необходимо, тем более мы без этого никак. Почему? Потому что именно в личной молитве, послушайте, пожалуйста, потому что именно в личной молитве, да, общественные молитвы это круто, там мы зажигаемся, там мы ходатайствуем, там мы боремся, но когда у нас есть личная молитва, есть ли у нас личная молитва? Как давно я лично запирался в свою тайную комнату и приходил туда, в то потаенное место, где твой учитель уже раньше ждет тебя там, ждет тебя там, чтобы ты с ним пообщался, и очень часто он остается в этой комнате один, но он учил, что зайди в комнату, которая в тайне, и Бог там в тайне с тобой, Он будет говорить тебе откровение, Он будет благословлять тебя, Он будет тебе что-то показывать, Он будет что-то тебе открывать, потому что в личной молитве, взирая на Его славу, мы становимся как Он, в личной молитве, если мы не будем видеть Иисуса, ходящего по воде, мы и сами не сможем ходить по воде, потому что Петр решил, вера у него появилась, пойти по воде, именно после того момента, когда он увидел Иисуса, ходящего по воде, Иисус Христов, в свою очередь, когда Он воскресил Лазаря, Он говорил, я не делаю это сам от себя, но то, что Отец мне показывает делать, я делаю, вот что значит ходить по воде, друзья мои, тогда, когда у нас есть это личное богоискание, когда мы наедине ищем лица Божьего, когда мы уходим в нашу личную молитву, и молитва твоя, личная, она является плацдармом для чуда, твоя молитва пролаживает дорогу там, где дороги нет, через молитву, промаливая свою жизнь, встречаясь с Иисусом Христом, промаливая какое-то обстоятельство или просто приближаясь к Богу, там впереди тебя, может быть, ты еще не знаешь, ждет какая-то буря, ждет какой-то шторм, и чтобы этот шторм пройти, тебе нужно сегодня уже начать молиться, чтобы в этом шторме появилась Божья дорога, по которой ты пойдешь. И Иисус Христос, когда Он находился на этой горе и лично общался в этой молитве, Он увидел, что Ему нужно идти к ученикам, вообще эта гора, она так расположена над этим озером, что Он видел, что там началась буря, и Он пошел, чтобы спасти Своих учеников. Чтобы нам начать ходить по воде, надо видеть Иисуса, идущим по воде, а чтобы видеть Иисуса, творящим великие чудеса, нам необходимо встречаться с Ним лично, общаться с Ним наедине. И ученики, увидев Его, идущего по морю. Видишь ли ты Иисуса, идущего по морю? Можешь ли ты увидеть Его, идущим по морю? И это происходит в нашей личной молитве. Следующее, что может быть препятствием для того, чтобы начать ходить по воде, начать жить иной жизнью, это сомнение, если это ты. Согласитесь, все мы встречаемся с такими ситуациями, где мы говорим, Господь, если это ты. Ученики вскричали, Господи, если это ты, если это ты. И очень часто это сомнение под названием «если это ты», оно может останавливать нас, но если мы правильно взглянем на это «если это ты», оно может, братья и сестры, подтолкнуть нас. Я хочу это показать. Ветер и эти большие волны, которые нам подбрасывают сомнения, они в какой-то мере являются препятствием, чтобы нам выйти из лодки и пойти по воде. Но я хочу сказать из этого текста, что некоторые штормы в твоей жизни, они неизбежны. Некоторые штормы, они придут в твою жизнь, но не для того, чтобы уничтожить тебя, а для того, чтобы тебя чему-то научить, а для того, чтобы тебя перевести на новый этап. И вы знаете, о каких штормах я говорю. Это может быть эмоциональный шторм, это может быть психологический шторм, это может быть шторм в ваших отношениях, супружеских отношениях. Когда мы проходим этот шторм, я хочу сказать, что иногда, находясь в этом шторме, мы можем сказать, если это ты. Но я хочу также сказать, что выжить в этом шторме возможно лишь тогда, когда ты настроил себя учиться в этом шторме. Не капризничать, не злиться, не роптать, а сказать, Бог мой, научи меня, чего я еще не знаю. Попадая в этот шторм разных категорий, правильная позиция, это чему-то научиться, это попросить, чтобы Господь тебя чему-то научил. Ветер и волны, не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы употребить. Ветер, шторм, эти препятствия, которые тебе сегодня говорят, о, если это ты, Господь, я не знаю, ли это ты, если бы это не ты, такого бы не случилось в моей жизни. Если это ты, да, этого не должно происходить в моей жизни. Но некоторые штормы, они будут в нашей жизни. И их задача, это для того, чтобы тебя чему-то научить, это чтобы их употребить. И многих это сегодня останавливает. Бог мой, ты или это. Но я хочу сказать, что этот шторм, в который попали ученики, это не дьявол сделал этот шторм, это Иисус, написано, отправил их прямо в этот шторм. И многие из нас, многие верующие люди, они разворачиваются в этот момент, думая, что, наверное, мы тебя, Господь, неправильно поняли. Потому что, если я следую за тобой, то в моей жизни не должны быть никакие шторма. Но, тем не менее, они прорывались на тот берег, потому что, а если все-таки это Господь? А вдруг на том берегу есть нечто, ради чего стоит преодолеть сегодня этот шторм? Видите, какой разный взгляд на это, если, а вдруг это не ты? Иногда нам сложнее вложить веру, если это ты, чем вложить страх. Нам быстрее, легче вложить страх. О, Господь, если это ты, я вот все, я дальше не иду, хватит, для меня достаточно. Но правильнее, это в если это ты вложить веру нашу. И, смотрите, я продемонстрирую это следующим образом, когда мы говорим, а если мы не справимся, а я хочу тебе сказать, а если справишься? Мы говорим, а вдруг я не доживу до завтрашнего дня, а если доживешь? Ты говоришь, а вдруг я этот шторм я не преодолею? А вера говорит, а вдруг преодолеешь? Ты только представь, что ждет тебя на том берегу, потому что обычно в жизни Божьих детей шторм, ветер или какой-то противный ветер, это всегда знак, что там тебя ожидает что-то большее, что-то лучшее. И когда мы в этот момент, сталкиваясь с этим штормом, говорим, о, Бог мой, я не знаю, или это ты, а вдруг это не от тебя? Я хочу тебе сказать, что поменяй свой взгляд, начни вкладывать веру в это если. А если ты прорвешься? А если ты пройдешь свой семейный конфликт? И твоя семья станет лучше, чем она была до этого момента? А если вы вместе пройдете ваши трудности с вашими детьми, это будет благословение и свидетельство для Божьего Царства. А если ты вложишься и посвятишь свою жизнь Богу, если, и Бог благословит тебя, но мы быстрее влаживаем страх. О, Господи, если это ты. Знаете, когда руководство церкви Ситихил много лет назад предложило мне перейти в наш офис работать на полное время, вот это если, оно всегда всплывает, Господь, если это ты, а вдруг мы не справимся? Потому что мы сталкивались с такой ситуацией, у меня уже была работа, у Ирины была работа, и вот нас зовут, нас зовут, приди, помоги созидать церковь, давай будем нас создать вместе. Я помню этот разговор с братьями, и на тот момент вот та компенсация, да, финансовая, которую церковь предложила, она была, конечно же, меньше, чем я уже зарабатывал. И вот мы сели с женой, и мы говорили, а вдруг мы не сможем платить нашей билы? А если у нас ничего не получится? А вдруг, а если, а если вдруг? И вот в этот момент мы помолились, и мы сказали, что мы в это если вложим веру, что Господь, это ты, если это ты, ты благословишь нас. И знаете, спустя время мы понимали, что мы не стали меньше есть, мы не стали хуже там одеваться, или как-то хуже жить, потому что Бог восполняет нужды доверяющих людей, которые Ему доверяют. Аминь. Поэтому, когда ты сегодня сталкиваешься с этим, если, пожалуйста, влаживай в это, если это ты, Господь, не страх, а влаживай свою веру в это, что мы справимся, мы не пропадем. Это от тебя, Господь. Это твое время для меня. В тот момент мы еще, помню, переживали смерть Иринного брата, и это как раз вот было, когда нам нужно было выходить в офис, и у Ирины погиб брат, и вот мы сидели, знаете, это скорбь, это перемены в жизни, и вот в тот момент мы думали, может, это не время, но Бог звал, Бог звал, и Бог благословил. Я хочу за это воздать Ему славу, когда мы в послушании Его повелением двигаемся. Но, идя дальше в этой проповеди, я хочу сказать, что ветер это доказательство, что на том берегу есть что-то более значимое для тебя, чем ты сейчас имеешь. Поэтому стоит бороться, поэтому стоит прорываться, прорываться туда, прорываться против этого ветра. Мы часто, сталкиваясь с этим ветром, мы его рассматриваем как показатель, что это не Бог. Мы часто думаем в этот момент развернуться, идти домой, но Иисус использует противный ветер, использует шторм, чтобы научить нас идти верой, научить нас идти на тот берег. Верь сегодня Богу. Когда ты веришь, Бог будет производить чудеса. Верь, даже если вокруг все сомневаются в тебе. Молись за больных, когда тебя приглашают молиться. Продолжай верить, что Бог будет исцелять. Почему? Потому что ты веришь Писанию. Прощай обидчиков, потому что ты веришь по велению Господа прощать. Продолжай верить Божьему Слову и двигаться согласно Его повелению, а не своим ощущениям. Пока мы верим Иисусу Христу, мы ходим по воде, мы живем другой жизнью. Соглядатые, которые пошли, посмотрели эту землю, вернулись, и двое из двенадцати сказали, что это наша земля, это Господь нас туда посылает. А большинство сказали, нет, там такие исполины живут, мы не одолеем их никогда. Смотрите, что значит ходить по воде, это двигаться верой. Давид, когда он пристал перед Голиафом, он не смотрел, какой Голиаф большой, а какой он маленький, он смотрел на то, какой Бог большой, а какой Голиаф по сравнению с ним маленький, он двигался верой. Петр и Сила, когда находились в темнице, когда их руки и ноги были пробиты колодом, они вместо того, чтобы ныть и роптать, и говорить, Бог мой, если это ты, они начали петь нашему Господу, они начали восхвалять Его, и основания этой темницы были потрясены. То есть, когда мы выходим из нашей лодки, из лодки нашего неверия, из лодки наших сомнений, из лодки нашего страха, Бог посылает и прилагает чудеса. Амин, аллилуйя. Бог посылает чудеса. Верь, что твоя домашняя группа, которую ты проводишь, не зря. Верь, что твое посещение детских классов, ты делаешь огромный вклад в судьбу и в жизни людей, и ты формируешь новых лидеров. Верь, что каждый раз, когда ты кому-то свидетельствуешь о Боге, ты выходишь из лодки, ты идешь за Иисусом, ты идешь по этой воде, и Бог будет давать свои чудеса. Следующая истина, мы будем идти уже к завершению. Христос сказал Петру, Петр сказал, повели мне идти к тебе, Господи. И Христос сказал, иди, иди. И вот здесь, знаете, мы очень часто не можем ходить по воде, потому что мы хотим детали от Бога, а Бог дает указание. Мы хотим детали от Бога, а Бог дает указание. Мы не выходим из лодки, так как не слышим иногда повеления, указания, иди. Знаете, почему не слышим? Потому что не спрашиваем порой. Потому что не спрашиваем. Потому что мы больше хотим от Бога получить детали, в то время, когда Он просто дает приказ, Он дает указание. Но я хочу сказать, что если Бог не дает детали сейчас, для твоей жизни, вместо этого попроси у Него указания. Как Петр, повели мне, Господь, попроси у Него указания. И Христос, Он на самом деле, Он знает твой потенциал. И Он подтолкнет тебя к достижению этой цели, этого потенциала. И Он приглашает нас сегодня делать эти неординарные вещи, но только после того, когда Петр сказал, повели мне, Господь, повели мне, Боже. И сегодня мой призыв к тому, чтобы каждый из нас посмотрел, на каком этапе жизни Божьих желаний, Божьего плана я нахожусь. Может быть, мне не достает этого, извините меня, этого пинка, каких-то ситуаций, каких-то обстоятельств, чтобы выйти из своей лодки, из своей лодки наших обстоятельств, нашей природы. Нашей лодкой может быть наше окружение. Наше окружение. Когда Бог пришел к Аврааму, он ему первое, что сказал, иди, выйди из Ура Халдейского, выходи из Ура Халдейского. Израильтянам сказал, выходите из Египта. Наше окружение может быть наша лодка, которая удерживает нас от того, чтобы мы ходили за Богом, жили жизнью веры. Наши традиции, братья и сестры, и убеждения наши, какие-то штампы наши, тоже являются тем препятствием, когда мы не следуем до конца повелениям Иисуса Христа. Мы больше опираемся на наши какие-то убеждения и не открыты к тому, куда нас зовет Господь Бог. Я прошу прощения, но церковь, она тоже может стать местом твоей лодки, где тебе комфортно, уютно, а тебе все позаботились, все служения прошли хорошо, ты вдохновился и пошел домой. Но Иисус зовет тебя идти дальше. Иисус приглашает тебя ходить по воде каждый день. Петр, он выходит из лодки, чтобы присоединиться к своему спасителю. В то время, когда другие ученики, они остались в своей лодке, Петр рискнул оказаться, да, в глупом положении. Да, в положении, когда мог кто-то покрутить виском у пальца и сказать, Петр, ты снова выскочка, что это ты делаешь? Но Петр сделал этот шаг в неизвестность. И именно тогда, когда он сделал этот шаг в неизвестность, когда он решил покинуть Ур, когда израильтяне решили покинуть Египет, когда Петр решил покинуть свою лодку, произошли следующие этапы. Невозможно другие этапы в нашей жизни, пока я нахожусь в лодке. Невозможно прийти в обетованную землю, пока я остаюсь в Египте. Невозможно, Невозможно стать отцом нации, пока я остаюсь в Уре-Халдейском. Невозможно. Поэтому Бог призывает тебя, выходи, выходи из этой лодки. Для многих блудных сыновей Бог говорит, выходи из этой дальней страны. Голосом внутри, голосом совести говорит, зачем тебе есть эти рожки, которые едят свиньи? Выходи из этой дальней страны, выходи из этого Египта. И вот Петр, он начинает выходить, он переступает борт своей лодки, и он идет по воде. Это необычно, это незаурядно, это совсем по-другому, так никто не делает. Но это то, к чему люди все привыкли, оставаться в лодке. Но у Петра это произошло после того, когда он поверил Иисусу покинуть свою лодку. И мы видим, что повеление пойти по воде. Братья и сестры, это реально повеление, это реально приказ. Иди, Бог знает, куда Он тебя приведет, доверься Богу. И Он хочет, чтобы мы с вами стали похожими на Него, Иисус этого хочет. Если бы Иисус не хотел, чтобы Петр вышел из лодки, Он бы ему сказал, Петр, не надо, спасибо, я не хочу. Я не хочу тебя доставать из этой воды. Лучше уж там оставайся, Петр. Но Иисус сказал, да, ты хочешь, иди ко мне, иди. Это было Божье желание, это было желание Иисуса Христа. И желание Иисуса Христа, чтобы ты сегодня и я сегодня делали то же самое. Жили по-другому, жили жизнью победы. И когда Христос призывает нас выйти из наших лодок, Он знает, что это единственный путь, оставить свою лодку, это единственный путь к вечной радости и к вечному счастью. Оставаясь в Египте, оставаясь в Уре-Халдейском, оставаясь в своих комфортных ситуациях, оставаясь в своих обстоятельствах, оставаясь в своей лодке, ты все время будешь неудовлетворен, потому что Иисус всегда зовет тебя дальше. Иисус всегда зовет тебя к себе. Он хочет, чтобы мы, как Его дети, становились совершенными, такими, как Он. Такими, как Он. Еще одно препятствие, которое может нас останавливать, идти по воде, это комфорт, согласитесь, и мнение других людей. Комфорт и мнение других людей заставляют нас остаться в нашей лодке. В лодке привычней, в лодке комфортней, но только оставив лодку. Ты можешь пойти по воде. Оставаясь в лодке, по воде не ходят. Оставаясь в лодке, Павел, ты никогда не станешь, вернее, оставаясь в лодке своих религиозных убеждений, Саввл, ты никогда не станешь Павлом, который завоевал весь тот мир языческий для Иисуса Христа. Комфорт и мнение других людей заставляют нас остаться в лодке. Мне нравится выражение Кристофера Колумба, который сказал, вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. Нам удобнее оставаться на берегу. Но Слово Божие говорит, праведник смел, как лев. Поэтому моя молитва и мой призыв к тебе, выходи из лодки, чтобы, знаете, не чтобы угодить мнению других людей. А что скажут люди? Можно предположить, что когда Петр решил выйти из лодки, ученики были ошарашены. Они вообще, может, подумали, что Петр, наверное, сошел с ума. Ты сейчас утонешь. У брата Петра что-то случилось с головой. Но Петр не оглядывался на них. Не думай, как ты смотришься сегодня со стороны, когда ты в церкви поднимаешь руки. Выходи из своей лодки. Мы приходим в Божье поклонение, и мы, знаете, стыдимся поднять руки перед Господом или громко замолиться в Доме Божьем, в Доме молитвы, там, где нужно взывать Господу. Мы предпочитаем тихонечко стоять. Это тоже какая-то молитва. Но, тем не менее, когда нас приглашают, мне один брат подходит и говорит, я не понимаю, у нас идет призыв. Нужно бежать к Богу. Он единственный, кто может вытащить нас из Египта. И я знаю людей, которые стоят и борются со своим отчаянием, но стесняются выйти наперед. Стесняются выйти из своей лодки. Что подумают другие люди? Что по мне подумают? Знаете, когда у нас не было детей, 8 лет, и мы просили Господь, дай детей. Мы с Ириной выходили сюда. Нам было все равно, что о нас подумают. Все равно. Потому что мы хотели, чтобы Бог коснулся нашего сердца. На одной из конференций, на нашу годовщину, я помню, приехал к нам один служитель Божий из Нью-Йорка. И знаете, когда он сделал призыв, я помню, как я, Валентин, мы все ползли, знаете, ползли туда, к алтарю, потому что мы чувствовали, что Божье присутствие, Божье облако сошло на нас. И в тот момент было абсолютно все равно, что подумают, что пастыря поползли вперед за Божьим присутствием. Братья и сестры, нам нужно иногда сделать это решение, этот выбор, выйти из своей лодки, выйти из своей лодки чужого мнения, какого-то осуждения, какого-то комфорта. Когда Закхей захотел увидеть Иисуса Христа, его статус, его положение социально-экономическое, его имя, он все это отложил в сторону, он забрался на дерево, как маленький пацан. Да Закхей вообще, что ли, в своем уме? Но он залез на дерево, потому что он хотел увидеть Иисуса. Ты никогда не увидишь Иисуса, пока ты не захочешь выйти из своей лодки, из своего состояния. Когда Илья проходил мимо Елисея, он увидел Елисея, который поле пахал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. И Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И в тот момент Елисей оставляет валов, он побежал за Ильей и сказал, позволь мне поцеловать отца и мать, я пойду за тобой. И он, отойдя от него, взял пару валов, заколол их, зажегший плуг валов и жарил мясо их, раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Ильей и стал служить Ему. Какая перемета! Как человек решил выйти из своей лодки? Ты можешь быть пашей сегодня, ты держишься за какой-то плуг, у тебя бизнес, у тебя статус, все здорово, все отлично. Но я знаю, что многих Бог зовет, иди дальше, служи больше. И этот призыв, выходи из лодки, прозвучал богатому юноше, но который, написано в печали, отошел от Иисуса. Это тот же самый Елисей, который не смог войти в свое призвание, а Елисей смог, потому что на призыв, на приглашение Иисуса, следуй за мной, на приглашение Ильи пророка, следуй за мной, бросивший эту милость. Елисей захотел чего-то большего. Он понимал, что бизнес, деньги, развлечения, удовольствие этой жизни не приносят ему этой радости. Поэтому он все это сжигает, раздает людям, и он идет за пророком, и он входит в свое предназначение, в свое помазание. А богатый юноша из Нового Завета, он предпочел остаться со своим богатством, остаться со своим имением. Дорогой мой друг, может быть, Бог сегодня тоже к тебе взывает, к тебя приглашает, приглашает, чтобы ты вышел, пошел, повиновался его по велению. И последнее, последнее мы будем заканчивать. Да, верой мы выходим из лодки. Вера ставит тебя на воду, но только постоянная нужда во Христе удержит тебя на этой воде. Только постоянная нужда во Христе удержит тебя на воде. Вера, которая родилась у тебя в общении с Иисусом Христовым в личной молитве, она побудит тебя переступить борт лодки, переступить комфорт, мнение других людей, но только постоянная потребность во Христе сможет тебя удержать на этой воде. И какой бы апостол Петр не был бы сильный муж в вере, какой бы он не был помазанный, какой бы он не был апостол, но в какой-то момент произошло так, что он, идя по воде, начал вдруг тонуть. И знаете, это очень часто похоже на нас. Похоже на нас. Мы двигаемся верой подобно ему. Мы не побоялись переступить борт нашей лодки, пойти по воде. И вдруг мы видим, что этот Петр, который видел в своей жизни столько чудес уже и Божьей силы, он начинает тонуть. Он начинает тонуть. Апостол тонет. Апостол тонет. Кричит к Иисусу, спаси, это, тону. Я хочу сказать сегодня, что когда вы начали вести борьбу со своей зависимостью или пытаетесь изменить свою жизнь, вы ходите по воде. Но возможно вы идете по воде уже целый год и вы побеждаете свою зависимость, а потом вдруг на 366 день в году вы сорвались, вы споткнулись, вы как Петр начинаете тонуть. В какой-то степени Петр очень хорошо вас понимает, потому что он переживал то же самое. Я хочу сказать, что сегодня, даже если ты проходишь вот этот момент, когда ты вдруг провалился, когда вдруг веры не хватает, не держись за имидж непотопляемого Петра. Не держись за имидж, что ты всегда должен быть победителем и с тобой ничего не приключится. Представь, что если бы Петр держался за свой имидж, чтобы не опозориться и ничего не подумали бы люди, он бы начал продолжать делать вид, что все хорошо. Иисус, друзья мои там в лодке, я не тону. Но когда уже по колено человек провалился, тебя стало меньше видно в церкви быть, ты говоришь, все нормально, я просто занят, я лично общаюсь с Господом, вы меня не видите в церкви, все нормально, у меня все хорошо, и ты проваливаешься дальше. И вот мы часто, очень часто предпочитаем держаться за наш имидж хорошего, правильного христианина, вместо того, чтобы признать, что я тону, вместо того, чтобы признать, что правильным решением, чтобы снова подняться и следовать за Богом, это будет наше признание. Бог мой, я признаю, что я сорвался, я признаю, что я провалился, Господи, спаси меня, я погибаю. И в этот момент Иисус, Он простирает руку, и Он вытаскивает, вытаскивает Петра. Само правильно, когда мы проваливаемся в нашей вере, когда мы не выдерживаем натиск, самое правильно, это когда мы начинаем взывать к Богу, признавать, что мы тонем, и начинаем просить у Бога помощи. Если даже это чуть-чуть неловко выглядит перед остальными братьями в лодке, которые остались, предпочли сидеть в комфорте, и думать, о, это же великий Петр, который никогда не ломается, который никогда не тонет. Но вдруг он признает, что он тонет. И если бы я верю, если бы Петр не признал, не признал, что он духовно остыл, не признал, что он уже давно не горит для Бога, не признал, что он уже искренне давно не служит Творцу, если бы он не признал, что он уже давно не ходит по воде, если бы Петр не прикрыть не прокричал господу господи помилуй меня то этом пучина морская накрыла бы его и полностью бы его уничтожила но благословение в том что петр прокричал он понуждался в иисусе и это хорошая новость в том что иисус протягивает руку и вытягивает утопающего человека иисус всегда вытягивает утопающего человека церковь я приглашаю вас давайте мы поднимемся сейчас перед господом и мы будем молиться мы будем мы будем искать божьего лица я хочу подчеркнуть некоторые выводы некоторые моменты только с богом только с богом церковь мы начинаем жить другой жизнью ходить по воде делать невозможное в нашей личной молитве мы начинаем больше верить в бога начинаем получать от бога откровения и повеление выйти из нашей лодки ходить по воде невозможно пока мы остаемся в нашей лодке наших обстоятельствах нашем комфорте это необходимо переступить это все и вся суть в том наши христианская жизнь в том чтобы постоянно быть сосредоточенным на иисусе потому что когда петр начал оглядываться он отвел свой взгляд от иисуса которым он шел он начал смотреть какие большие волны какой шторм уже лодка далеко и до иисуса еще не дошел ему стало страшно и в этот момент он начал тонуть когда он отвел свой взгляд от иисуса не отводи свой взгляд от иисуса это поможет тебе удержаться на этом пути веры аминь аллилуйя господь бог наш бог наш мы приходим к тебе сейчас иисус я верю господь что ты зовешь нас господь творить для тебя жить твоими принципами не просто быть религиозными хорошими людьми с высокими моральными ценностями но быть людьми господь которые слышат твое повеление идти до краев земли протягивать руку помощи господь отображать твой характер нашей повседневной жизни жить жизнью божией жить жизнью полноценной во христе иисусе жить жизнью совершенной в боге не просто только выйти из нашего египта не просто только выйти из наших обстоятельств не просто бродить по пустыне но прийти в полноту общения с тобой слышать твой голос видеть тебя идущим по воде бог мой и повторять за тобой быть твоим учеником иисус аллилуйя бог наш мы благодарим тебя что даже тогда когда мы тонем когда мы утопаем когда наши ноги проваливаются мы можем кричать тебе о помощи и ты приходишь ты поднимаешь ты восстанавливаешь нас и ты снова станешь ставишь нас на эту твердую поверхность даже если для многих других там невозможно ходить ты с нами посреди пустыни ты с нами посреди бури аллилуйя слава тебе иисус благодарим тебя благодарим тебя церковь я приглашаю вас открывайте ваши уста и во время этого поклонения просто посвящайте свою жизнь богу скажите бог я хочу большего я хочу начать ходить по воде я хочу жить жизнью живой во кресте иисусе аллилуйя бог наш помоги нам выйти из нашей религии помоги нам выйти из наших предпочтений и следовать за тобой о иисус дай нам быть как сделал елисей как сделал петр как сделал авраам оставившись свои места бог мой и последовали за тобой о слава тебе бог подними армию сильных людей подними армию господь христиан которые следуют за тобой которые живут другой жизнью которые отличаются от всех народов посреди народов которые поступают иначе которые идут по воде о бог мой сделай этот призыв сделай этот вызов для меня сегодня сделай этот вызов богу жить жизнью посвящения жить жизнью в боге аллилуйя иисус аллилуйя бог слава тебе иисус слава тебе господь